Вопрос такой. Как шариат относится к курению кальяна? Поскольку в кальяне используется табак, как и в обычных сигаретах, то следует прежде всего рассмотреть положение о курении табака в целом. Табак не был известен в мусульманском мире вплоть до конца XVI века, когда он впервые был завезен в Магриб. Оттуда он попал в Судан, Египет, Хиджаз и в другие страны. В настоящее время многие ученые однозначно высказываются за запрет на курение табака. И этого мнения придерживались многие законоведы четырех мадхабов в прошлые столетия. Среди них из числа ханафитов Абдул-Рахман Аль-Масири, Абу Аль-Ихлас Аш-Шурун-Булали и Абдул-Рахман Аль-Имади. Из маликитов Салим Ас-Санхури, Ибрахим Аль-Лакани, Мухаммад Ибн Абдул-Карим Аль-Факкун и Ибн Хамдун. Из шафиитов Шихабуддин Аль-Кальюби, Наджмуддин Аль-Гази, Ибн Аллан Аль-Бакри. А также многие ханбалиты, особенно представители ничдийской школы. В своем суждении они основывались на том, что при первом курении многие люди испытывают головокружение, у них учащается сердцебиение, но со временем организм постепенно привыкает к табаку и уже не испытывает этих неприятных ощущений. Зато после привыкания к табаку курение вызывает ощущение легкости даже большее, чем то, что ощущается при употреблении спиртных напитков. И хотя курение не опьяняет, оно все равно вызывает вялость и склонность к депрессии, что случается и у людей, пристрастившихся к потреблению спиртного. Передают со слов Ум-Салямы, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, запретил употреблять все, что опьяняет или вызывает вялость, как приводится в сборнике хадисов Абу-Дауда в хадисе под номером 3686 и в сборнике имама Ахмада в хадисе под номером 26676. Иснат этого хадиса вызывает вопросы, потому что его передатчиком был Шахрибн Хушад, но Ибн Хаджир назвал этот иснат хорошим. Курение табака наносит вред физическому и психическому здоровью самого курильщика, а также людей, которые вдыхают табачный дым. Курение вызывает необратимые изменения сердечно-сосудистой системы, способствует развитию гипертонии и атеросклероза, поражает органы дыхания, пищеварения и эндокринной системы. Риск заболевания раком легких, пищевода и ряда других органов у курильщиков значительно выше, чем у некурящих. И даже люди, находящиеся в одном помещении с курильщиком, подвергаются вредному воздействию дыма, насыщенного продуктами сгорания табака, что отражается на их самочувствии и здоровье. Поэтому запрет на курение табака можно отнести к словам Всевышнего, приведенных в Суре Ан-Ниса под номером 4 в 29 аяте. Кроме того, курильщик расходует немалые средства на приобретение того, что вредит его здоровью, и, следовательно, попадает под запрет, содержащийся в словах Всевышнего упомянутых в Суре Аль-Исра под номером 17, с 26 по 27 аят. И не расточай на непотребное. Поистине, расточающие на непотребное братья шайтанов, а шайтан очень неблагодарен своему Господу. То есть, Кур'ан категорически запрещает расходовать блага, которыми Аллах одаряет раба, на то, что вызывает его гнев и недовольствие. Наконец, табачный дым имеет отвратительный запах, который пропитывает одежду, мебель, обои и все вокруг. Известно, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, приказывал мусульманам искупаться, если от них исходил запах пота. Как приводится в хадисе под номером 855 в сборнике Аль-Бухари и 564 в сборнике Муслима, он также запретил приходить в мечеть тем, кто поел свежий лук или чеснок, из-за их неприятного запаха, разъяснив, что это причиняет беспокойство не только людям, но и ангелам. Табачный дым обладает еще более агрессивным и неприятным запахом. И это тоже указывает на неприемлемость курения табака. Что же касается курения кальяна, то в плане вреда здоровью оно мало отличается от курения обычных сигарет, потому что в обоих случаях в крови повышается уровень окиси углерода, угарного газа, которое доставляется ко всем тканям и вызывает кислородное голодание мозга, заболевания кровеносных сосудов, сердца, легких и желудка. Более того, длительное курение кальяна приводит к значительно большему вдыханию окиси углерода, никотина, вредных смол и солей тяжелых металлов, которые очень медленно выводятся из организма. Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что курение табака в целом, и кальяна в частности, является запретным деянием. И Аллах знает лучше.